Реки, озера, заповедные леса и высокие холмы, кристально чистые и обжигающие холодные ключи и источники. Все это Мариэл. Рай для туристов и путешественников. Так что усаживайтесь поудобнее. Мы отправляемся в ваяж по нашей республике. Цель на сегодня – Волжский район. Первая точка на карте нашего маршрута – Светогурьевская церковь и знаменитые на всю Россию святые источники. Не доезжая до Волжска 10 километров, мы сворачиваем с трасси в селе Помары. Через 30 километров асфальтированная дорога выводит нас к деревне Петьял. Заблудиться сложно. Везде стоят указатели. В день сюда приезжают сотни туристов со всей России. Небольшой деревянный храм, скрытый от посторонних глаз распидистыми кронами деревьев – место популярное. Даже в будний день рядом много машин. Говорят, что святым это место считается не случайно. Якобы раньше здесь находились древние марийские капища – священные рощи. Этот храм во имя святителя Гурия, чудотворца Казанского, был построен еще в 1896 году. Что удивительно, в советские годы храм закрывался всего лишь на 10 лет и практически не был разграблен. Наоборот, со всех окрестностей жители сюда сносили свои иконы. Но туристов манит сюда не сколько сам храм, сколько находящиеся рядом освященные источники. Здесь их сразу два. Один находится возле церкви, до второго придется прогуляться пешком минут 15-20. Этот ключ считается святым источником. Говорят, забил он именно тогда, когда франт принесли смоленскую кону Божьей Матери, особо почитаемую святую велосипеду. Теперь со всей округи сюда спекаются люди, потому что верят, что эта вода избавляет от иной же болезни. Искупаться во втором источнике нам так и не удалось. Неожиданный дождь немного изменил наши планы. Легенда гласит, что когда-то здесь исцелился слепой мальчишка. Приснился ему сам Серафим Саровский и посоветовал умыться в этой воде. С тех пор источник назван в честь этого святого. Ну а мы отправляемся дальше. Где-то в этих местах находится еще одно чудо Марийской земли – озеро Морской глаз. Места здесь совсем не дикие. Дорога ведет через населенные пункты. Так что можно и маршрут уточнить у местных жителей, и водички купить в местном магазине. Те, кто здесь впервые, ожидают, что озеро затеряно в густых лесах. Однако все оказывается гораздо прозаичнее. О том, что проход к чуду Марийской природы – озеро Морской глаз – находится здесь, посреди этой деревни, говорит только старый указатель. Так что не пропустите поворот. Это поразительный контраст. Только представьте, насколько повезло жителям вот этих деревенских домов. Какой вид из окна им открывается. Действительно, ни одна фотография в интернете, и даже кадры нашей рубрики не способны передать всю мощь и красоту этих мест. От головокружительной высоты и необъятных просторов захватывает дух. И даже сильно обмелевший морской глаз не потерял своего очарования. До 2014 года вода в озере доходила до края этих лестниц. Тогда огромные ели подходили к самой земле, а берега были покрыты зеленым ковром. С крутых берегов в озеро стекали кристально чистые ключи, а в бирюзовой воде, холодной даже в летний зной, купались отдыхающие и погружались на дно дайвера. Тогда глубина озера доходила до 36 метров. Сейчас оно больше похоже на большую воронку, но ученые успокаивают. То, что вода ушла почти на 10 метров, процесс естественный для любого карстового озера. Причин бить тревогу нет. Скорее, морской глаз стал еще популярнее среди туристов. Берега стали круче и опаснее. А вот необычный бирюзовый цвет воды остался тем же. О возникновении озера ходит множество легенд. Одна из них гласит, что когда-то здесь была лесная дорога, которая провалилась вместе со свадебным кортежем. И до сих пор по ночам кто-то слышит перезвон колокольчиков и свадебные песни. По другой легенде, морской глаз – это часть древнего моря. И даже вода якобы на глубине соленая. Для тех, кто захочет остаться здесь на ночь, прямо у озера есть гостевой дом. В окрестностях то тут, то там, конечно, встречаются следы частого пребывания туристов. Однако, что удивительно, общего впечатления это нисколько не портит. Морской глаз по-прежнему остается местом, которое нужно обязательно посетить и в которое непременно хочется вернуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова